Сорванное сознание. Мир без резьбы. Все что и все кто. Есть у Пригова целая поэма про «Махроть всея Руси». Что такое «Махроть» остается неясным. Это нечто или некто, а вернее «все что» или «все кто». Если есть соотношение отрицательных, неопределенных и определительных местоимений в таких рядах, как «Нигде», «Негде», «Везде», «Никогда», «Некогда», «Всегда», «Никакой», «Некий», «Всякий», То по той же морфологике в языке можно достроить и такой ряд «Ничто», «Нечто», «Все что», «Никто», «Некто», «Все кто». Она «Махроть» трава, с виду синяя, снутри красная, «Она красивая», «Она святая крыса», «Она встает перед Рейганом», «Она появляется всюду, где приложится голова лир-героя». Она проходит кошачьей походкой, она глазиком близнула и губки язычком лизнула. Она великий зверь, она плывет над нашим полушарием, она таится в винной чарке, она лезет из тиши и благодати. Нежно поющая, густо шипящая, рвущая мясо в лохмоть, вот она вещая жизнь настоящая, именем Бога, «Махроть». «Махроть» — всея Руси. «Махроть» здесь примерно то же, что «Недотыкомка» в «Мелком бесе» Сологуба, или «Норма» в романе Сорокина «Норма». Нечто вездесущее и неуловимое, алгебраический образ, некий «икс», к которому подстраиваются все словесные уравнения. Но если у Сологуба «Недотыкомка» наделена некой психической достоверностью, маниакальная подозрительность и безумие Передонова, то «Норма» у Сорокина и «Махроть» у Пригова чисто концептуальны. Это концепт некой абстрактной сущности, которая присутствует во всем совершенно прямо, не скрываясь, без всяких посредников. Это «все что» примерно того же порядка, что и материя в советском материализме. Что есть материя? «Все есть материя!» И хлеб — это материя, и поле, и человек, и мозг, и мысль, и государство. Куда ни ткнешь, всюду попадаешь в одну только материю. Это знак сорванного сознания, которое кратчайшим путем, минуя все опосредования и различия уровней, «проскакивает» от конкретнейшей вещи к абстрактнейшему принципу, торжествуя свою всепроникающую способность. Задавая смутные вопросы о последнем, всеобъемлющем смысле всего, оно получает кратчайшие ответы. «Все — материя!» Или «Все есть Бог!» Или «Все есть норма!» Это может быть атеистическое или религиозное сознание, но оно всегда срывает резьбу на стержни мышления. Оно не допускает частичных, промежуточных, не исчерпывающих, нефилософских, в кавычках, ответов. Оно философично, точнее, любомудренно, именно потому что имеет прямой запрос на «самое главное» в кавычках и легко его находит. Оно томится философским вопрошанием, оно пребывает в тоске, но эта тоска мгновенно переходит в свою противоположность, эйфорию найденного решения. Оно задает смутные, детские в кавычках вопросы о мире «а почему комар пьет человеческую кровь?», «а зачем человек живет?», «а почему земля круглая?» и так далее. Поиск вездесущего, всепронизывающего «икс» — это рефлекс не только советской идеологии, но и постсоветской конспирологии, которая является законной наследницей первой. Разница в том, что если предмет идеологии «все что?» — некая первоматерия, субстанция или закон истории, то предмет конспирологии «все кто?» — некий всемогущий субъект истории, тайно ею управляющий, но при этом человеческий субъект, в отличие от сверхъестественного субъекта религии. У Пригова органически соединяются разорванное сознание интеллигента-одиночки, лишнего человека, постоянно сталкивающегося с феноменами чуждости самому себе, неделикатности окружающего мира, над которым он возвышается мыслью и вместе с тем находится внутри его подавляющего безразличия. И сорванное сознание человека из народа, бодрого, упоённого, как бы опиумно счастливого, знающего разгадку всех загадок. Разорванное сознание является по существу несчастным. Оно не может соединить свои начала и концы. Оно поднимается над собой, созерцает и критикует себя, не может найти успокоения в себе. Это та крайность скептического, растерянного сознания, которую Гегель описал в «Феноменологии Духа», как несчастная, раздвоенная внутри себя. Сорванное сознание, напротив, является счастливым, даже эйфорически приподнятым. Оно одолевает внутри себя всякую тревогу. Оно моментально приходит к финальным решениям. Если есть милиционер, как элемент в общественно-профессиональной иерархии советского общества, то у Пригова он становится милиционером с большой буквы, то есть одновременно снижается до просторечия и поднимается до большой буквы, возводится в некий абсолют, фигуру всемирного начальника, стража мирового порядка, демиурга. Если «махроть» приговская «все что», то милиционер «все кто», то есть универсальная фигура, всюду являющая себя за все отвечающая, держащая все под наблюдением и контролем. Такая двойная трансформация, опрощение и возвеличение и есть прием народного любомудрия у Пригова. Образ или слово одновременно ународнивается, снижается, опросторечивается и омудривается, философизируется, универсализируется, чем и достигается его принадлежность, кавычки, философии народа, народом и для народа, кавычки. Пригов часто прибегает к возвышенной наукообразной терминологии, поскольку она полуграмотна и наглядно нейтрализует оппозицию, интеллигенция, народ. «Милиционер Константин меж землей и небом». Если же милиционер вдруг оказывается убийцей, то в отношении него тоже следует философский четкий вывод. «Не государство он законы подрывает, но тайные законы мироздания, метафизического он достоин наказания». Заметим, что и графика, и пунктуация приговского стиха соответствуют этому двойному жесту «опрощение, омудрение». С одной стороны, пригов либо вообще пропускает знаки припинания, либо ставит их избирательно, как Бог на душу положит. Например, он выделяет сравнительные обороты и обращения запятой только с одной стороны, имитируя тем самым народную небрежность, недоученность. «Гимназиев не проходили». С другой стороны, все стихи начинаются с прописной буквы, как в большой, в кавычках, классической поэзии, как у Пушкина. Опять-таки двойной жест — снижение возвышения неграмотности и пафосности. «О, только ты, милиционер, как столб и символ государства, и волею исполнен страстной, возьмешь их, как в святом бою, под руку сильную свою!» Апофеоз милиционера В другом известном, дидактическом, в кавычках, стихотворении Пригова женщина в переполненном вагоне метро лягает лирического героя, а тот, ответив ей тем же, немедленно просит прощения. «Женщина в метро меня лягнула, ну, пихаться там, куда ни шло, здесь же она явно перегнула палку, и все дело перешло, в ранг ненужно личных отношений, я, естественно, в ответ лягнул, ну и тут же попросил прощения. Просто я как личность выше был». Это еще один пример ликующего, сорванного сознания, которое на мелкобытовую ситуацию отвечает по возглашениям «священного гуманного принципа», кавычки, «высокой личности», кавычки. Пригов, конечно, не просто воспроизводит, но остраняет и утрирует стиль мещанского любомудрия, оставаясь при этом в рамках, кавычки, «мерцающей эстетики», кавычки. Дистанция между автором и лирическим героем то удлиняется, то сокращается. Концептуальные невидимые кавычки вокруг его текстов то возникают, то исчезают. Это словно бы односторонние кавычки, так что своя речь, переходя в чужую, не всегда сигнализирует, где она из нее выходит. При этом Пригов прекрасно осознает, какой тип мышления он подвергает концептуализации. Вот его краткое предуведомление к сборнику «Атомы нашей жизни». Цитата. «Как и все подобные же предыдущие опусы, звери нашей жизни, люди нашей жизни, события нашей жизни, и нынешний поведывает, собственно, о том же самом, о той же самой субстанции, что и все время, принимая различные обличия, соответственно, нашей разорванной способности разворванию, воспринимать целокупность этого мира, является нам как бы различными модусами одной и той же сущности». Конец цитаты. «Вот это нахождение повсюду, кавычки, одной и той же сущности, кавычки, и превращает нашу, кавычки, «разорванную способность», кавычки, в сорванное сознание, поскольку форсирует недостающее единство. Так, сквозь разорванное сознание мающегося и кающегося интеллигента начинает мощно пробиваться каратаевский голос бессознательного». Цитата. «Самое трудное», — продолжал во сне думать или слышать Пьер, «состоит в том, чтобы уметь соединять в своей душе значение всего». «Все соединить?» — сказал себе Пьер. «Нет, нет, не соединить. Нельзя соединять мысли, а сопрягать все эти мысли — вот что нужно». «Да, сопрягать надо, сопрягать надо», — с внутренним восторгом повторил себе Пьер, чувствуя, что этими именно и только этими словами выражается то, что он хочет выразить, и разрешается весь мучащий его вопрос. Нет, цитаты. Лев Толстой. «Война и мир». Том 3. «Сопрягать, сопрягать, сопрягать» — вот чем, собственно, и занят глубкомысленный Приговский герой. С ним происходит интоксофикация. Интоксификация Софией, отравление мудростью. Каждая ерунда обрастает неким умозрением, вызывает миллион вопросов метафизического порядка. Кавычки. «Цифра на счетчике» — кавычки. «Каких полей?» «Какая птица?» «Оформление брака» — это кавычки. «Форма материи живой» — кавычки. Это и Платоновщина, где древнегреческого Платона трудно отличить от толстовского Платона Каратаева, а их обоих — от запойно умствующих героев Андрея Платонова. Каждая частность немедленно, безо всяких опосредований, возводится к общему, или наоборот, из некоего общего умозрения прямо выводятся практические частности. Что при этом отсутствует, так это посредствующие звенья, трезвое осмысление иерархии сущностей, их сподчиненности, их постепенной, а не мгновенной выводимости. Это сознание, которое срывается с резьбы, и есть сорванное сознание. И если разорванное сознание вмещает две идеи, никак их не соотнося, то сорванное сознание, напротив, соединяет идеи совершенно разного уровня, мгновенно перескакивая от общего к частному. В этом есть известная детскость, такая задумчивость, которая буквально «схватывает» сразу все во всем, не имея опыта развлечения. Как будто взрослый человек впервые начинает думать и вдруг озадачивается, а почему эта страна губит на меня целую курицу? Разве я того достоин, чем я заслужил? Продолжение следует...